Спасибо большое, Злата. И прямо сейчас ты присоединяешься к нашему столу, за которым мы будем готовить, как всегда, вкусный завтрак. У нас в гостях Светлана Лебедева, это руководитель школы кулинарных приключений. Все верно? Все верно. Доброе утро. Насколько мы договаривались, у нас будет салат а-ля грузинский. Ну да, на самом деле, этот салат мы называем грузинский девичий, потому что на всех девичниках, на всех наших компаниях, где мы этот салат готовили, он всегда улетает самым первым и особенно нравится девушкам. Что туда входит? Какие ингредиенты? На самом деле, это по большей части смесь трав. То есть у нас туда идут три вида трав. Это тархун, он же эстрагон, туда у нас идет кинза и туда идет рукола. То есть вот такая приятная смесь, очень пикантная, очень остренькая. Кроме того, у нас туда идет сыр, виноград и заправка из оливкового масла с лимоном. Давайте делать. Давайте. Можно я вас немножко озадачу? Вот от тархуна нужно оторвать листики и сложить их в миску. От руколы оторвать стебелечки ненужные, оставить только вкусную часть листика. И тоже покрошить миску. То есть все эти вещи мы делаем руками, потому что зелень очень нежная, она не любит, когда с ней как-то обращаются тяжелым ножом и так далее. А сколько нужно на трех человек, вот у нас сейчас трое, эстрагоны и руколы и кинзы? Вот примерно по такому пучку, который продается в супермаркетах или на рынке, в принципе, будет достаточно. Он такой должен быть, получится, с пушистой шапкой. Вот. Давайте я вас тоже немножечко озадачу. Давайте, озадача у меня. Вот. Нам нужно вытащить из винограда косточки, то есть мы просто режем его пополам. Давайте, показывайте. Да, просто режем пополам и убираем косточки, чтобы они нам не мешали. Если вы возьмете виноград сорта киш-миш, он, эта операция совершенно будет не нужна. А виноград белый? Можно, например, очень нарядный будет тайфи. Он такой розовый, круглый и тоже хорошо. Хорошо. Вот. В принципе, можно вот сюда это выложить. А куда мы все это? Вот сюда, вот сюда, на эту тарелочку. А я пока порежу сыр. Это наш еще один главный компонент. Сыр лучше всего, конечно, взять козий. Но если вы не добыли козьего сыра, ну что ж теперь, отказываться от хорошего салата, мы сейчас... То есть сыр можно заменить, если что? В принципе, да. Здесь подойдет любой твердый сыр с острым вкусом. То есть, например, с плесенью, например, пармезан. Ну вот то, что, в принципе, сейчас можно найти, можно использовать любой, даже какой-нибудь российский выдержанный, тоже подойдет. Ну вот как в данном случае. Мы его можем либо нарезать мелкими кусочками, либо использовать экономку, картофелечистку, да, для овощей, которую мы вот можем просто таким образом настрогать. Но я пока его просто порежу. Поделимся? Поделимся. Поделимся. Оп, поделимся. Недостаточное количество досочек у нас для такого салата. А почему грузинский называется? Ну, здесь классические грузинские травы, то есть очень любимые грузинской кухни. Это тархун или эстрагон, и это, собственно говоря, кинза. Вот, кроме того, сюда очень хороши будут грецкие орехи. Вот, к сожалению, сегодня мы без них делаем. А мы можем у него калорийность посчитать? Калорийность? Крикинуть хотя бы, да, он такой. На самом деле это очень легкий салат. То есть здесь только сыр, заправка будет очень легкая за счет лимона. Виноград, он, конечно, сладкий, но там такие, мне кажется, калории очень не страшные. Вот, но орехи, конечно, увеличат калорийность, но они зато и дадут вкус. Так, посмотрите, и еще нам нужно добавить туда траву прям. Да, мы рвем весь пучок. Да, прямо много-много. Хорошо. Ну, до завтра, в общем, мы тут будем сейчас все это готовить. На самом деле, если мы собираемся на девичники, то мы вместе и траву такую травим. А, то есть это, собственно, такой предварительный этап. Да, и что важно, этот салат должен быть очень свежим. То есть прям сделали и съели, никаких полежать в холодильнике сутки, там вот этого ничего нет. Это не оливье. Ну, мы знаем, что вообще народы Кавказа, они славятся своим долголетием, именно потому что они едят очень много свежих трав. И я думаю, что для утра, для пробуждения такой салат тоже подойдет, особенно если мы после праздников новогодних, если мы уже пере-пере-пере-пере ели всяческих таких разносолов, и хочется чего-то действительно легкого. Ну, на праздничном сале этот салат тоже подойдет совершенно прекрасно. Так, а винограда нам сколько понадобится для того, чтобы... Я думаю, еще вот такую же горсточку. Еще такую же горсточку. Ну, мы не будем сильно... Я тоже думаю, что давайте, чтобы мы успели все нашим телезрителям рассказать и показать, мы должны постепенно уже смешивать наши замечательные ингредиенты. Да, а я пока приготовлю заправку, это займет буквально 5 минуточек. Ну, мне очень радостно, что салат стоит рядом со мной, значит, у меня получится его попробовать, Александр, а не у вас. Я думаю, мы все попробуем. Так, для заправки мы берем лимон, чтобы из лимона добыть сока, есть такой милый прием, вы можете положить его в микроволновку, буквально на минутку, и тогда сок из него будет выделяться. А мы его вот так просто покатать по столу, и он тогда будет у нас гораздо заговорчивее. Можно я тут... Да, конечно, конечно. Нам достаточно будет половины лимона. Выжимаем в мисочку, в баночку, вот куда угодно. Вот этот прием я подглядела у Джейми Оливера. Он все заправки и соусы для салатов смешивает в баночках, очень удобно. А эта заправка потом какое-то время может стоять? Ну, вообще, на самом деле, лучше, если она будет свежей. Вот, мы взяли лимонный сок, мы взяли оливковое масло, экста-вирджин, первого отжима. Смешали где-то в пропорции один к одному. Масла можно немножко больше. У нас остается буквально одна минутка. Морская соль. Перец молотый и черный перец. Я закончил с виноградом. Прекрасно. Можно отправлять его туда. Все, я иду, отправляю его туда. Давайте, Александр. Перемещаюсь. Так. А я быстренько замешиваю соус. Так, 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 так. Все. Что с грушей? Груши. У нас пойдет другое блюдо. Груши. Об этом уже позже. Хотя, вы знаете, в этот салат можно добавить и грушу, и это тоже будет очень неплохо. Груша, сыр, виноград. Итак, все. Финальные у нас идут секунды. Мы добавляем, я так понимаю, сюда соус. Наш салат готов. В принципе, да. Мы размешиваем. Вот так вот все очень и очень просто. Слушайте, ну, красота. Красота. Ну что ж, пока мы с Александром дегустируем наш замечательный салат. Всем желаем приятного аппетита тем, у кого сейчас есть возможность позавтракать. У нас сейчас на очереди, друзья, гороскоп, после которого на студии мы будем проводить святочные гадания. Так что не переключайтесь. Ну, а мы говорим спасибо Светлане Лебедевой. Спасибо вам.